погода за окном такая вот ребят пасмурная погода сегодня всем доброго ранку всем привет или всем доброе утро и всем привет вы на канале украинки которая сейчас находится в германии в германии я изучаю язык и работаю в немецчине я працю и выучаю немецкую мову сегодня у нас ранок так что доброго ранку еще раз из саксонии 30 травня минает весна и скоро наступит літо у нас сьогодні напевно вночі був дощ але я его не чула поспала як не знаю яка чесно кажучи вчора пізновато лягла розкажу чому вчора був такий день трошечки незвичайний для мене я сподіваюся що всі хто дивляться мене люди які не вивчали ніколи українську мову все ж таки мене зараз розуміють тому що я дуже дуже рідко розмовляю рідною мовою на каналі зараз ось якось так в мене виходить зараз я піду собі готувати сніданок верніше як завжди його розігрювати і розкажу що було мене вчора ввечері чим ми займалися так ребята завтрак на завтрак у мене буде моя тушеная картошка до которой я вчера изменяла потому что вчера у мене был суши торт я его съела и мне было очень-очень вкусно у него как раз хватило вот на день я буду еще готовить обязательно вот как только так и сразу а сегодня будет картошечка немножко мясо на тут картошка остается то не есть гуд по-другому никак не получается а может быть еще и будем посмотреть и знаете что я осталась сегодня без копу у меня на шахтуке дубль пусто так уменьшен нагрев потому что началось бурное выступление на арене цирка возмущаться началась картошка быстро нагревается думаю может быть еще чуть-чуть добавить так чтобы потом было нормально ну и все так эту сторону у меня есть я буду есть без хлеба не хочу сегодня хлеб ребята чем вчера занимались на вчера был ориентирован курс да мы сначала у у нас было занятие традиционное занятие как обычно все там короче говоря это потом мы делали там тесты такие ну преподаватель нам раздал подготовительный тест сидели с карточками игрались по парам вот а потом у нас был ребята ну фунг экзамен мы вчера сдали плюшник вот по ориентирован курсы результаты не знаю результаты должны как традиционно здесь все происходит на плюшниках после плюшниках после экзамена в германии значит приходят почтовый ящик бумажном виде в тайном конверте вот короче говоря вроде бы я так поняла что через месяц мы должны получить результата ну не знаю когда получу тогда и получим вот у нас у всех были разные варианты хотя в принципе знаете как в этих разных вариантов особо ну нет не то что в разных вариантов особого смысла не было у нас рассадили за раздельные факты у нас сначала столы стояли вот так вот буквой п на сидели так всех друг дружкам да вместе а потом на экзамен нам расставили столы ну такой порядок я не возмущаюсь ничего не говорю просто вот такой вот порядок и все варианты экзаменационных вопросов да были разные потому что мы потом и никогда встретились все вместе разговаривали то у каждого практически были какие-то разные вопросы то есть это ну как списать у кого-то да если расправлялись парки для того чтобы мы не списывали друг у друга но это практически было нереально потому что вопросы были разные но правило есть правило поэтому раз расставили столы причем сами расставили мы не расставляли вот значит значит вот так вот у нас был перерыв между экзаменами занятием достаточно долгим и где-то наверно минут 40 сидели ждали разговаривали потом дождать дожидались друг друга все после экзамена у нас же группа интернациональная уже значит представители разных стран разных национальностей то украинец кто с турции кто с казахстана кто откуда еще из чехии с албании девочка была кто еще не помню откуда были ребята вот ребята были по-моему и скорее был парень и еще откуда-то как бы не с бразилии ну вот не помню ребят не буду говорить вот и мы друг друга дождались да для того чтобы пообщаться потому что мы привыкли за это время особенно даже вот ну ребята которые как бы новые пришли до нашу группу с кем мы с тем мы встретили столько на ориентируем курс они тоже к нам привыкли вот а мы еще больше привыкли и вот как-то так вот сдружились с девочками которые были с нами тоже как бы и на языковом курсе мы с ними учили и от свар и b1 и языковой курс нас очень сильно сдружили мы так вот мы теперь только можем увидеться в городе на курсах мы собираться не будем и как-то так знаете все грустно стало все немножко грустили кое-кто даже плакал обнимался целовался и вот у нас там девчонка такая хорошая вещь вот замуж вышла кстати пока учились девочка которая с албами и вот она вышла замуж тогда заканчивали мы курс b1 вот так она такая вот знаете и вот к ней так все вот тянутся вот просто вот девчонки наши прям вот раэля раэля как-то вот как-то так как-то так как-то было немножко грустно немножко как-то знаете привыкли всех друг другу все привыкли что четыре раза в неделю мы встречались говорили друг другу халил данга смоган ну и так далее так далее вот а тут уже встречаться к сожалению не будем да все курсы когда-либо заканчивается ничего как вчера пошутили грязан город маленький увидимся в городе я сказала прикрутите все найти вот встреча на икея или встреча детей кстати я туда сегодня пойду сейчас ребята ну не по работе а так вас по своим делам вот и попью там кофе у нас там кофе евро 50 стоит до евро 50 и вкусный кстати кофе на работе пошли я там за евро 50 сейчас было но очень вкусный стаканчик кофе вот такие вот дела ребята лучше мы вчера занимались такой день знаете да я знала что он настанет понятное дело все были готовы к этому тем не менее видите как всегда и после b1 мы тоже когда расходили сюда плакали тоже как-то а потом не знали что встретимся на этом ориентируем курсе нож как бы не сговаривались потом получилось что большинство пришло на ориентируем курс так а дальше не знаю не знаю что будет я еще точно не решила вот как вариант как один из вариантов это писать письмо бам то есть если я это решу сделать то я поеду в школу вот заполню бланк до чтобы если мне дадут b1 на повтор если дадут потому что говорят что есть вроде бы такая информация ребят я не знаю точно сейчас вот вот пожалуйста это не подтвержденная информация что кто работает и кто сам себя обеспечивает тому бранц повтор не дают ну потому что это деньги за государственные деньги учиться будет нельзя ну посмотрим вот и по поводу школы надо будет думать это школа или нет хотя вчера внизу я сказала что наша школа в брестоне это единственная школа у которой есть вечерние курсы но это все будет немножко потом и будет ли я еще пока не знаю и как будет тоже не знаю и планировать наперед ничего не хочу потому что знаете как говорится расскажи в область своих планов ну вот вот так вот поэтому нет поэтому все пока что вот так вот в свободном полете пока у меня будет отпуск вот пока я немножко буду отдыхать однозначно ну и вот как то так как то так ребята или сегодня я буду сейчас буду именно завтракать рассказала все вам вроде бы да не буду уже переходить на стол потому что как то так уже ну ну шо уже вам говорить ничего так что а хотела сказать если меня пару дней не будет в эфире все нормально все хорошо в общем вы поняли все всем пока пока своей родной украине как всегда я божаю как скорейше мирного спокойного чистого самое главное мирного неба чтобы все было тихо чтобы все было спокойно чтобы все было гаразд в украине чтобы нарешті наступил мир вам усім також мир где бы они жили чтобы вы про меня не думали здоровья вам обовязково усім пьющим и отстающим тоже вот короче всем всего найкращего бережи боже кожного особливого кто зараз в украине и всем пока пока